Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня коротенькое видео, информационное, мотивационное для кого-то. С чем оно связано? Связано оно с тем, что когда смотришь русскоговорящие каналы, YouTube-блоги, очень занимательно и смешно становится, когда люди рассказывают о том, как тренируются американские проатлеты. Особенно, когда начинают говорить о том, что они слабые, что они не используют базовые упражнения и что качаются легкими детскими весами, в основном в памп. В этом, конечно, есть доля правды, но, друзья, я вам говорил, говорю и буду говорить. Вы знаете, я владелец залов в Америке, здесь тренируются очень многие известные проатлеты, тренирует Густаво Бадел, это парень, который два раза был третьим на конкурсе «Мистер Олимпия». И я вижу, как он тренирует своих людей. Я вижу, что люди работают, приседают, тянут, подтягиваются, жмут. Это составляет базу всего тренинга. Минимум, минимум работы в тренажерах. А сегодня я вам покажу, как жмет лежа мой друг, друг Рича Пианы, Биг Дрю. Это представитель команды 5%, и я думаю, что если бы не медийность Мартина Форда, то именно Биг Дрю стал бы лицом 5%, потому что он реально огромный, потому что он живет бодибилдингом, потому что его знают очень много людей, и он непосредственно был другом Рича Пианы, а не просто крутился вокруг него в этой сфере. Давайте посмотрим, как жмет Биг Дрю. Продолжение следует... Вы видите, с какими серьезными весами работает Дрю. 184 килограмма работа на повторение, да еще и с паузой в нижней точке. Не на 1, 2, 3, даже не на 4 секунды. Вы это видите сами. А попробуйте, работая даже со средними весами, остановиться на 2-3 секунды внизу и попробовать продолжить работу. Дрю делает это несколько раз. 184 килограмма, друзья. Вы знаете Биг Дрю, он уже приезжал ко мне в гости, живет он в Тампе, это полтора часа от Орландо, и мы иногда тренируемся вместе. Одну тренировку я вам уже снимал и показывал. Мы прокачивали спину и бицепсы. Спину он качал в убийственном режиме. Вначале делал сумасшедшие тяги вертикального блока, а потом в памповом режиме мы добивали широчайшие заднюю дельту и прокачивали бицепсы. Надеюсь, друзья, вам понравился ролик. Ставьте палец вверх. Пишите, с какими весами работаете вы. Делаете ли вы периодизацию, как это делают грамотные атлеты. Если делаете, то вам большой респект. Ставьте палец вверх, делитесь этим видео в своих соцсетях. Если что-то не нравится, ставьте палец вниз и пишите, с чем вы не согласны, что не так и как происходит на самом деле. А мы с вами, друзья, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok